Друзья, очередные лайфхаки, но на сегодня не от Антошеньки, а от Олега. Рассказывайте. Все владельцы БМВ заезжаем на сход-развал. Ну, кроме G-моделей свежих, там это проблема более-менее и шина, сталкиваются с регулировкой рулевых тяг, с закисанием их. Это дело в том, что оно сделано технологично здесь. Здесь вот такая проезд у нас. И вся резьба, вся резьба вот сюда, всегда подвержена воздействию наших реагентов от зимы. И маш не маш, год проходит и все это дело закисает, потому что ветром, пескоструем все это смывается, оно туда забивается. И так как постоянно приходится с этим сражаться, уже подустали от этого, время немного уходит. Некоторые сервисы подписывают под замену рулевые тяги и наконечники, не занимаются даже разработкой. Наш лайфхак состоит в том, что мы после того, как мы все это дело смазали, прогнали резьбу, устанавливаем вот такой пыльник от камеры, обычной велосипедной камеры. То есть мы его сюда натягиваем, пластиковый хомутик здесь-здесь, внутри смазка, ничего гнить, ржавеет там не будет. Из-за того, что нет прямого попадания, шанс, что там что-то закиснет, очень сильно снижается в несколько раз. Ну может быть за 5 лет там что-то и произойдет, но думаю, что раз в 5 лет все-таки развал кто-то сделает на вашем автомобиле. Вот, так что пользуйтесь, это отличная тема, рабочая, защитит от закисания рулевую тягу и сохранит ваши деньги, чтобы вам не подписывали замену тяг и наконечников, а также сократит время ожидания в сервисе, значительно. Прокомментировать? Да. Прокомментирую. Сход развальщику это дает быструю настройку, минимальная потеря времени, а клиенту экономия денег. Да, механику болт. Тяги-то с рулевой не меняют. Друзья, я убежден, что этот лайфхак будет полезен для всех, так что друзья, пользуйтесь. И всем ни гвоздя, ни жезла, и камней в стекло, а мы с Антошенькой продолжаем работать дальше. И ждать хейтеров, да? Да. Которые сейчас начнут. Это не! Зачем вы это делаете? Да-да, но потому что мы... Потому что машины новые, надо всех здесь сделать. Потому что мы правильные, ребята, потому что мы за правду.